Но что-то у вас был такой серьезный тост, и все хохмы ушли. Можно сказать только одно. Здесь присутствует порядка 60 человек моих друзей, близких моему сердцу и дорогих. Я могу их причислить. Алена Воробьева, Александр Строев, вы сегодня часто это имя слышали. Алексей Воронков, вы слышали сегодня чуть менее чаще. Николай Мызиков, вы сегодня тоже слышали. Сергей Геворкян, Лиза Новикова. Что важно в этой ситуации? Я вот по своей судьбе скажу, что у нас в России есть какая-то интересная особенность. Мы пересекаем разные исторические периоды. Чаще всего они всегда сложные, даже если они кажутся простыми. Но мне кажется, кто это говорит, тебе сейчас объяснят. Но мне почему-то кажется, что есть единственное спасение для нас, это спасение в духе, спасение в слове. Когда с такими людьми встречаешься и идешь по жизни, иногда параллельно, иногда рядом, становится очень хорошо, потому что, как-то, знаете, наслушавшись различных дрят, всяких, ну, среди всяких дрят, всяких размышлений и ощущений, понимаешь, что, в общем-то, люди занимаются не тем. То есть они не понимают, какой у них язык. Культура понятна, понятие музейное, значит, она должна быть чем-то живым. Ну, сейчас все делается для того, чтобы она чем-то живым не была, но она по-прежнему остается чем-то живым. И, как бы, люди, на самом деле, живут жизнью, а жизнью они не занимаются. Вот мне очень хочется, чтобы мы больше занимались этой жизнью, именно жизнью. У меня такое ощущение, что здесь это происходит и будет происходить. Ура, ура, ура! За жизнь! А вы были за нами, что вы сказали. Все, все, как бы, вы сказали. Процессы, похоже, глобальные. Продолжение следует...